Вы, конечно, обязательно следите за состоянием и красотой вашей одежды. Но есть то, что окружающие обращают гораздо более пристальное внимание, особенно у представительниц прекрасной половины человечества. Это волосы. Волосы и прическа – это очень важные части вашего имиджа, и от них во многом зависит то, как вас воспринимают окружающие люди. Элегантная современная прическа невозможна без здоровых, чистых, красивых и ухоженных волос. Поэтому следить за чистотой и ухоженностью волос следует постоянно и с особой тщательностью. Энтон Пепеп. Ежедневное мытье волос – это вредно. Существует такая точка зрения. Некоторые люди считают, что частое мытье вредит волосам, они от этого быстро приобретают засаленный вид. Можно с уверенностью сказать, это ошибочное мнение. Конечно, если вы помыли голову сегодня, завтра ощущение чистоты пройдет. Можно согласиться и с тем, что если ежедневно мыть волосы, сальные железы активизируют свою деятельность, начинают быстрее вырабатывать кожное сало. Таким образом, организм приспосабливается к особым условиям и защищается от окружающей среды. Однако при нормальных волосах чувствовать, что ваши волосы грязные и жирные, вы ни в коем случае не будете, только дня через два придет желание помыть голову. А у кого-то, может быть, это случится буквально на следующий день. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Вот по этому признаку и нужно каждому человеку ориентироваться, как часто нужно мыть голову. Есть еще одна ошибочная точка зрения. От частого мытья волосы начинают выпадать. Скорее всего, это может случиться, если вы пренебрегаете хорошими, качественными средствами для мытья головы. Подбирайте их тщательно, избегайте средств неизвестно кем изготовленных. И еще один довод в защиту полезности ежедневного мытья волос. Сальные железы находятся не только на голове, они покрывают всю кожу человека. И точно так же выделяют сало, исправно выполняя защитную функцию. Каждый день у вас возникает желание освежить кожу, принять душ. И это считается нормальной гигиенической процедурой. Так почему нельзя с такой же периодичностью мыть голову? И все же, есть ли какие-то нормы по поводу чистоты этой процедуры? Все зависит от нескольких факторов. От того, к какому типу относятся. Конкретно ваши волосы, какой они длины, о каком времени года идет речь и, наконец, от вашего желания. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Типы волос и особенности ухода за ними волосы имеют четыре типа. Так что определитесь, к какому относятся ваши, к жирному, сухому, смешанному или нормальному. Нормальные – это самый здоровый тип волос. За ними просто ухаживать, они хорошо расчесываются и легко ложатся в любую прическу. После мытья волосы этого типа в течение нескольких дней выглядят чистыми и пушистыми. Так что мыть их следует по мере загрязнения, а это будет не каждый день. Нежелательно это ежедневная процедура и для сухих волос. Этот тип имеет тенденцию к ломкости, сечению, и частое мытье волос только усугубит эти свойства. Очень осторожно следует относиться к выбору моющих средств. Наверное, самый проблемный тип у жирных волос. Буквально на следующий день после мытья волосы выглядят грязными и засаленными. Поэтому мыть их нужно каждый день, используя мягкие шампуни. При смешанном типе можно позволить себе мыть голову один раз в 3-4 дня. Шампунь лучше всего выбрать такой же, как и для жирных волос, щадящий и мягкий. И независимо от типа волос, частота мытья волос может зависеть от головных уборов. Красивые шляпки, береты, шапочки, возможно, придают элегантности облику, но они же ограничивают доступ воздуха и грязнят ваши волосы. В результате активизируется работа сальных желез. Вы начинаете ощущать неприятный зуд, волосы теряют свою привлекательность. Значит, голову поневоле приходится мыть чаще. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Текст озвучен в Яндекс Клауд. А вывод такой. Необходимо следить за частотой каждого головного убора. И второе. В холод голова должна быть под защитой платка или шапки, иначе волосы быстро приобретут ломкость. Вреден ли шампунь? Да, есть такое мнение, что шампунем при мытье волос лучше не пользоваться. Аргументы таковы. В это моющее средство в основном входят химические вещества, которые плохо сказываются на состоянии волос. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Но ведь невозможно для этих целей употреблять свежие соки. В каждой фирме по производству косметики работают лаборатории, которые тестируют любую продукцию на соответствие типу волос и кожи. Головы? А что касается натуральных ингредиентов, то многие из них могут быть для вас аллергенами. Так что лучший выход из положения, особенно если вам приходится ежедневно мыть голову, подбирать тот шампунь, который будет благотворно действовать на ваши волосы. Допустим, вы знаете, как часто нужно мыть голову именно при вашем типе волос. Но вам приходится часто их красить или делать завивки. Эти процедуры не лучшим образом действуют на здоровье волос. Значит, каждый раз при мытье вы должны каким-то образом восстанавливать их. Если вы верно подберете шампунь мягкого действия, он не допустит быстрого вымывания и потери цвета. Самый хороший вариант приобретать краску для волос, а также средства по уходу за ними, шампуни, кондиционеры одной фирмы. Если волосы относятся к типу жирных, приобретая шампунь, обязательно обращайте внимание на его назначение. Впрочем, это относится ко всем типам волос. И к окрашенным, кстати, тоже. Приходится мыть голову каждый день, ищите моющие средства только с пометкой для частого и ежедневного применения. Такие шампуни помогут содержать волосы в чистоте, не навредив им. Имейте в виду, что такую же бдительность нужно проявлять и при покупке бальзамов и масок для волос. Эти средства также имеют разные рекомендации. Несколько полезных советов перед тем, как мыть волосы, их нужно хорошо расчесать. В результате они лучше промоются, отслоятся чешуйки отмершей кожи, да и волосы приобретут блеск и объем. Применяйте для мытья волос в мягкую воду. Сухие волосы полезно мыть кипяченой водой. Кстати, воду лучше использовать умеренной температуры, примерно 35-36 градусов. Слишком горячая или наоборот, холодная вода плохо действует на состояние волос. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. При мытье обращайтесь с волосами и кожей бережно. Не нужно сильно тереть голову. Не злоупотребляйте шампунем. Вы хорошо промоете волосы, если добавите 2 чайных ложки средства для длинных волос, одну для волос средней длины и всего несколько капель для короткой стрижки. Каждое мытье головы можно использовать для укрепления и красоты волос. Ополаскивайте их травяными настоями. Например, ромашка выдаст волосам приятный золотистый оттенок, а чайный настой оживит цвет темных волос. Крапиву полезно использовать во время мытья сухих волос. Специалисты не советуют часто сушить волосы феном, особенно при ежедневном мытье. Горячий воздух вреден, он делает волосы сухими, меняет их структуру. Лучше, если вы будете сушить голову естественным путем. Если нет времени ждать, используйте фен, но старайтесь, чтобы волосы перед сушкой все же чуть-чуть подсохли. Чтобы свести вред до минимума, пользуйтесь холодным режимом сушки, а фен старайтесь держать подальше от головы. Французы говорят, что плохое настроение исчезает, если помыть голову. Это и в самом деле так, если правильно производить это действие. Моете вы голову два раза в неделю или ежедневно, сама процедура должна доставлять вам удовольствие. И разумеется, приносить пользу вашим волосам. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok